Очень хорошо. Мне понравилось, как в старых синагогах. Вот именно таким полукругом было классно. Все придумано, сделано. И вот когда в Назовете побывал в этой синагоге, родной синагоге Христа, она реконструирована, конечно. Конечно, там есть те камни, которые еще времен второго храма, вот тех времен древних, и они очерчены, так вот обозначены. Но это только лишь так, знаете, только, наверное, треть всей синагоги. А все остальное тоже реконструкция, как она выглядела в те времена, во времена Иисуса. И было очень потрясающе для меня, знаете, увидеть, что там ты проповедник становился прям посреди, получается. И все так полукругом рассаживались, и вот выход был, и в общем-то очень интересно. И там я спел тоже благословение. А, спел песнопение одно, словославное песнопение спел. Вот это воскресенье Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу. Я спел его, там американец, директор того, как бы, музея, называется Деревня Иисуса. Он, значит, сказал, что вот это впервые, пока существует уже восстановленная синагога, и, значит, и, в общем-то, музей впервые, вот, православный священнослужитель спел такой песнопение у нас. Он был очень рад, я тоже очень рад был. Да, слава Богу, да. Ну что, дорогие друзья, Пасха приближается, Пасха, время приближается пасхальное. Удивительное время, когда есть на чем подумать, есть на чем задуматься каждому из нас. И сегодня у нас 17-е число марта, да, по библейскому календарю сегодня 6-е Ниссан. Месяц Ниссан начался. Вот 1-го, 2-го Ниссана я проводил семинар у нас в Киеве, в церкви. Именно как раз как новомесячье. И начало месяца Ниссан это особое переживание такое в жизни, наверное, любого верующего, независимо от конфессии. Потому что месяц Ниссан это месяц свободы, это месяц освобождения, месяц борьбы, месяц, когда на карту было поставлено, ну, слишком очень много. И ведь недаром до сих пор, спустя тысячелетия, до сих пор с благодарностью к Богу мы вспоминаем вот эти события. Приближается 14-й Ниссана, 14-й день этого библейского месяца Ниссан, когда совершилась Великая Тайна Исхода. В этом году, 13-м году, это совпадает с 25-м марта. 25-й марта. И с 25-го на 26-й марта в этом году будет та самая ночь, которая в древности, в тех библейских временах Великого Исхода совершалась чудо. Чудо из чудес. И до сих пор, знаете, вот спустя тысячелетия, мы вот верующие разных конфессий вспоминаем благодарность к Богу, что это было в жизни того поколения. Потому что в Новом Завете Пасха приобрела еще больше звучания, еще даже более сильный импульс получила Пасха. Потому что наша Пасха написана у послания в Коринф, апостола Павла, 1-го послания его, 5-я глава, написано, что наша Пасха в Сан Христос. То есть это потрясающее откликновение, слава Богу. И как православный реформатор, как священнослужитель реформаторской православной церкви Христа Спасителя, я много говорю в таком разрезе реформации именно как раз о Пасхе. Как о времени смерти нашего Мессии, Агнца Божьего, Его воскресения, Его победы и Его исхода. И вот уже, знаете ли, если через Моисея, Спасителя, вот для своего поколения, совершилось чудо исхода, и многие евреи, и те неевреи, что уверовали в Бога Израилева, они совершили исход тогда из Египта. Так вот, через Иисуса Христа, через Ешума Шеха, Бог совершил чудо и совершает до сих пор, уже два тысячелетия, великий исход продолжается, Нового Завета. И однажды Мессия, Он поднял чашу и сказал, это есть чаша, есть последний бокал, да, но Новый Завет в моей крови, то есть Новый Завет, Новый Исход, он в крови Иисуса Христа. И до сих пор мы спасаемся только лишь кровью Мессии, Агнца Божьего. И я Бога за это очень благодарю и славу Его за это. И, конечно, вот с трепетом, таким внутренним трепетом, я приближаюсь и моя семья, и наша церковь, мы приближаемся к 14 Ниссана. С каждым днем, знаете ли, все как-то по-особому в этом месяце происходит и в моей личной жизни, духовно. Каждый день, осознавая, что приближается та дата спасения нашего, знаете ли, как-то особенно остро ощущается это внутри, что Бог хочет сегодня спасти очень многих людей, совершить исход сегодняшнего дня. Я очень люблю мюзикл Алексея Ледяева «Исход». Мы его сотни раз уже смотрели, дети его очень часто смотрят, мои любят очень. И мне очень понравилось, как музыкальная традиция современная уже и культуре в формате мюзикла была показана вот эта тайна исхода, что Бог, Он есть Бог свободы. Недавно был Пурим, тоже библейский праздник, который мы тоже в церкви отмечали у себя в Киеве, праздник Пурим. Правда, я Пурим сам отметил уже в Грузии, получается, да. Но накануне Пурима тоже мы совершили такое служение, предпуримное такое служение. Мы благодарили Бога за то, что Он действительно Бог спаситель, Бог, который, даже если его дети попадают в неприятные ситуации, попадают в какие-то, ну как дети есть дети, знаете, бывает в очень нехорошие ситуации попадаемые. Но Он спасает нас, Он вытаскивает нас из этих страшных проблем, лишь бы мы сохраняли Ему верность. И, ну конечно, Пурим это Пурим, но Пасха это Пасха. На Пасху, наверное, на Песах особенно остро мы как раз вспоминаем вот тему свободы, тему освобождения. Еще Джордж Вашингтон говорил, да, что свобода это самый хрупкий дар, который дан человеку. Действительно, это дар от Бога, это дар, который дал Создатель нам. И этот дар, который мы потеряли, наши братцы потеряли, но этот дар, он нам возвращен Мессией Иисусом Христом, Иисусом Ашехом. И, знаете, друзья, по календарю православной церкви Пасха, она отмечается, как правило, позже. Ну не то, что как правило, а вообще позже, да. В этом году совсем позже, получается, в начале мая. Но не беда, основное, конечно, кульминацией праздника является сам Мессия. И самое важное, конечно, здесь не просто дата, не просто мы отмечаем Пасху как красный день календаря, знаете, как вот именно дату в нашем календаре церковном, там, общинном, нет, мессианском, нет. Это, в первую очередь, сам Мессия. И, по большому счету, это образ нашей жизни. Это не просто трапеза, это не просто собраться нам, поужинать, пообщаться. Это не просто нам вспомнить что-то из того, что было когда-то. А это действительно пережить это в своей жизни. Я расскажу сегодня нечто тоже из писаний об этом домашним чтением. Я оставлю одно местописание, домашнее задание таким, из книги «Исход», 6 глава, 6, 7, 8 стихи. Вот эти три стиха, которые лежат в основе пасхального седора, пасхального ужина. Следующее воскресенье, я знаю, что Рэба будет здесь в Руслану уже, в Москве. И, скорее всего, я не смогу быть с вами здесь. Я буду, вероятнее, уже в Питере, как раз в следующем воскресенье. Но, значит, вы здесь проведете нечто вроде предпасхального такого седора. Вы проведете здесь что-то вроде похожее на то, что мы называем пасхальным ужином, этим седором. Последовательность определенной. Это ужин особый. Это не просто даже, знаете ли, перекус такой. Это действительно переживание того, что однажды Бог совершил наше освобождение. Даже в Талмуде, вот в книге, где много, что из учений, преданий народа рассказывается о израильском, говорится, что каждый участник пасхального седора должен его есть так, как будто бы он сам, вот, выходец из Египта, как будто бы он сам вышел непосредственно из рабства. То есть пережить должен человек. В этом смысл. Не просто покушать и вспомнить, что было когда-то при Моисее, а пережить это как-то в своей жизни. Я думаю, мессианским верующим сегодня это даже проще сделать даже. В сегодняшнем дне. Я расскажу об этом немного. И потому что человек, переживший спасение в своей жизни, выход из греха, ему есть что отпраздновать, ему есть что вспомнить, за что Бога поблагодарить, и реальнее осознать саму тему исхода. Знаете ли, потому что люди, которые просто евреи, неевреи, которые кушают, допустим, пасхальный тот седр, но если они в жизни не пережили исхода своего личного, из греха, из царства тьмы, из царства фараона уже нашего времени, нашей эпохи, врага, рода человеческого и врага Божьего, если человек не совершил этого исхода, то это будет просто красивый обряд, но не более. Очень важно переживать это действительно в своей жизни, пережить это. И вот однажды, 2000 лет назад, был совершен удивительный пасхальный седр, которому не было вообще аналога. Это был последний пасхальный седр Ветхого Завета и уже первый, уже Нового Завета. Мы его называем еще Тайной Вечерей. Предыстория была потрясающая. Кто помнит, да, из Евангелия, что Иисус, Он послал учеников своих, они спросили, где приготовить на Пасху, идите, и вы увидите. Во-первых, первый знак, он сказал, вы увидите человека, мужчину, который несет воду, пойдете за ним, и все, как бы дальше уже будет известно вам. Но как бы по тем временам это было почти невероятно, увидеть, допустим, мужчину, несущего воду, это все равно, что, допустим, летом, допустим, в Сочи, на валенках, на лыжах, в общем, человека вы увидели бы. Ну, как бы, всякие странные бывают люди, но как бы это очень редко. Знаете ли, это нетипично. Вот, поэтому увидеть мужчину, несущего воду, они почти не могли увидеть такого, но они просто поверили, поверили. А раз Мессия сказал, значит, значит, мы будем такого странного человека. Они пошли, и точно, глядя, мужчина, и несет воду, надо же. Они, наверное, очень были изумлены, конечно, удивлены, но они пошли за этим странным мужчиной. Они пошли, приходят к дому, и к хозяину дома говорят, учитель сказал нам приготовить Пасху, ну, как бы заслать, все приготовить. А уже все готово. Они нам еще больше удивились. Удивлениях не было предела вообще. Потому что, удивительно, скорее всего, это были сектанты, но в хорошем смысле этого слова. В общем, в добром, не в плохом, не в отрицательном. В современном Москве, если мы сейчас на улицу выйдем и спросим, кто такие сектанты, наверное, скажут очень много гадостей. Негативно. Негативно много, да, плохого. В те времена это школа, это направление, это учение. Но вот Иисус, он, в общем-то, как правило, очень жестко обличал, допустим, фарисеев, да, садукеев, даже книжникам, такие мирные, в общем-то, люди, как бы совсем уж казалось бы, даже им доставалось на орехи, в общем-то. Но единственная группа, ну, деветочная группа, которых Иисус не обличал в своих проповедях, это были Исеи и Изилоты, в общем-то, да, кстати. Но и те, и другие были неформальные такие движения, хотя и первые тоже неформальные, в общем-то. Но это были движения мудаизма, которые были, я так понимаю, близки очень сердцу Мессии, близки ему и проповеди, и учению, и близки его мировоззрению. По крайней мере, эти две категории, вот, и, хотя они очень отличались друг от друга, значит, Зилоты это были такие партизаны, как бы, да, значит, патриоты, которые, знаете ли, с оружием в руках, пытались бороться с оккупантами, и чтобы земля у них под ногами горела, как бы, и они очень хотели видеть Израиля свободным, значит, чаще всего это были люди очень религиозные, и очень набожные, и искренние. Вот, и Исеи, они были, как правило, очень миролюбивые люди, наоборот, они считали, что силой меча мы не достигнем свободы сегодня, но они говорили силой благочестия, силой, действительно, праведности, и у них было другое некоторое мировоззрение, но их тоже отличала искренность. Кстати, в чем Харисеев обличал и Сиду Киев, и книжников Иисус, это было, как правило, не доктрины какие-то новые, хотя и в этом тоже была проблема, но это была лицемерие. И даже Иисус, о чем он говорил, о чем предостерегал своих учеников, да, именно в загваске, вот именно как раз, которая есть лицемерие, будь то политическое, там, субикейское, там, допустим, или, тем более, там, Иродово, да, либо такая более религиозная, фарисейская, допустим, но смысл тот же самый. То есть, Господь, Он особенно обличал именно лицемерие и говорил об этой проблеме. Вот, а эти две категории были нелицемерны, и, как правило, и, в общем-то, выгоды никакого материального, по крайней мере, они не имели, наоборот, они очень, как бы, всем жертвовали и свою жизнь вложили порой ради вот именно вот этой святой идеи. И возле Иисуса тоже были зелоты, и, по всей вероятности, были тоже и сели, конечно же. Так вот, тот странный мужчина, который нес воду, вероятнее всего, это был все-таки и сей, потому что мужчины в этой секте, в этой школе, они порой переступали общественное мнение, делали это порой демонстративно, хотя жили они в основном вне городов, где-то там, в поселениях, но иногда они были в городах. Они демонстративно, допустим, нарушали некоторые традиции, которые казались незыбленными в то время. А для чего? Чтобы показать то, что есть предание человеческое, а есть учение Бога. Они говорили, мы учение Бога почитаем, и мы соблюдаем, но учение человеческое, мы можем переступать. И демонстративно это делали. В частности, мужчина мог взять воду и черпать, и носить ее, специально показывая жителям села какого-нибудь, что то, что вы думаете, это закон Божий, это не Божий пословление, это человеческая традиция просто, которую мы можем нарушать. То же самое в синагоге, они могли прийти и демонстративно нарушить традицию, синагогальную расписанную традицию, которая казалась многим обывателям, казалась, закону Бога самого. Но эти люди говорили, нет, это не закон Бога, это закон человека. Закон людей, которые создавали эти правила для лучшего исполнения закона Божьего, но на поверку это заменило, заслонило собой закон Бога. И в том, в чем Иисус обличал современников, религиозных своих деятелей того времени, в принципе, то же самое и все и делали. Примерно в таком же контексте они говорили по поводу вот этой нечестивой традиции во времена второго храма, к сожалению, о которой уже много пересказано, и сам Мессий еще говорил как раз, что если, допустим, сын, он что-то на храм пожертвовал, то он мог уже не помогать своим родителям, потому что он говорил, что это есть жертва на храм, все. И он как бы двузайцев убивал сразу, он получается в глазах религиозных вождей становился человеком заметным, и в то же самое время, если у него, допустим, с родителями было напряженное отношение, он мог уже не исполнять по отношению к ним сыновь его долга, мог не помогать своим родителям. Но это была лицемерная совершенно традиция, которую Мессия просто обличил, и заявил, что это есть нечестие, это неправильно. Собо ты не жертвовал на храм, это не лишает, не делает тебя свободным от заповеди Бога, а почтения к родителям. Одна из десяти заповедей говорит нам об этом как раз, чти отца твою матери, будешь долголетие на земле. И, то есть, есть заповеди Бога, а есть традиции человеческие. И, к сожалению, после уже разрушения храма, после уже, ну, в более позднее время, традиционно ортодоксальный иудаизм пошел по этому очень скользкому пути, еще больше и больше стал собирать этих преданий, вместо того, чтобы вернуться к слову Бога. И, ну, это дальнейшая трагедия. А в то время? Хорошо. Значит, обычно на картинах вспомним Леонарда, вспомним там еще кого, значит, тайные вечери, да, вспоминаем, значит, там Иисус сидел с учениками за таким столом, но столов в те времена особо-то и не было, не потому что особо даже их не было, в общем-то, это, да, возлежали, да, возлежали, это было, в общем-то, так вот, довольно-таки, как-то, 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 может, раз, мы не знаем, но Иисус, его апостола 12, и тот странный мужчина, что нес в воду, и хозяин дома наверняка, потому что в те времена, даже по писанной, не писанной традиции, все держались ее, даже и все держались ее, что если хозяин принимает, значит, на пасхальный сад, представляет, тем более, свой дом, то, конечно же, он обязан быть, если он отсутствует, это знак, ну, высший акт неуважения просто-напросто, вот, значит, и непринятие, значит, и мужчины должны были все присутствовать там за этим пасхальным таким банкетом, надо было съесть целое животное, сейчас в современном, допустим, в современной традиции, обычно на косточке чуть-чуть, немного мяса, в общем-то, кто бывал на сетерах пасхальных, я не знаю, что вы будете есть значит, до следующего воскресенья, не знаю, правда, вот, может быть, я ошибаюсь, может быть, привезут побольше, и вы приготовите что-то побольше, но, вообще-то, в те времена надо было съесть за ужин целое животное, представьте себе, поэтому в Торе говорится, что если семья мала, и вы понимаете, что вам не съесть целое животное, знаете, столько шашлыков, это за один ужин, не влезет, зовите гостей, поэтому говорится, да, объединяйтесь с семьей, с семьей вместе, в сплочину, а почему? потому что, когда вы все поели, то нельзя было, знаете, все это в холодильник положить, да, потом там, как говорится, микроволновки, и все. Слушай, не говорили в холодильнике. Надеюсь, понимаете. Вот, и, так вот, нельзя было все это потом покушать, потому что нам было до утра не оставлять ничего, то есть все, что осталось, ну, как бы, не жалко, не было бы, все приготовлено, но надо было все то уничтожить, сжечь. Такая была традиция. В этом был особый промысел, Бога, кстати, откровение особое для народа. И вот, люди, поэтому должны были съесть целое животное. Вот я как раз был в Грузии, и тоже рассказывал о Седере, и там договорились, даст Бог, если жизнь на следующий год, то тогда, на следующий год, не в Иерусалиме, а в Грузии. Сделаем такой, значит, пасхальный Седер. Братья обещали, значит, привезти барана, значит, барашка, значит, и мы его за ужином уговорим. Да, значит, я говорю, а справимся, братик? О, конечно, справимся. Но я знаю, что мы ужинаем, и Грузами, я знаю, что справимся, братик. Там столько было, полный столб, представьте, люди бедные живут довольно-таки, то есть, как бы, финансов, ну, вообще материальный уровень жизни довольно-таки бедный, в сравнении с Украиной, тем более с Россией, но, но знаете, полный столб, вот некуда положить что-то еще, полный столб, хинкали всякие, тхемали всякие, там эти все, всякие шашлыки, там, шашлыки, много всего. Очень вкусно, вообще, касказские кубки очень вкусные, я его потрясен, в очередной раз. Вас не столбом, а не столбом, а не столбом, да, вот так я серьезно, это можно фотографии посмотреть, как многие верят, вот там это надо увидеть. Даже первый раз, когда был в Руставе, там, значит, у братьев, там у нас церковь есть, там наша, иначе реформаторская православная церковь, первый раз был я годы 4, наверное, и там было очень материально так бедовато, совсем было, настолько бедовато, что на весь город, ну, даже мало где, лампочки горели, там даже в домах, там, то есть, ну, было очень сложно, очень кризисно было все, и знаете, но стол так же был полон, это я помню, стол так же был полон, и так же хинкали, и так же все было остальное, и вот, то есть, люди там очень гостеприимны, что-то реальное, если гости там последнего выложат, хотя завтра, может, лапусы сайта, что называется, значит, всю неделю дальше, но вот гости уважают, вот у них как бы есть такое, надо же, я был очень удивлен, конечно, традиция такой, но они хлебосольные, вот люди хлебосольные на самом деле, и знаете, и вот там полный стол, мы сидим, кушаем, ну как бы я поел уже, а у них традиция такая утром почти не завтракать, в обед почти ничего не есть значит, а вот все, весь у них все на ужин, короче все на вечер и вечером сидим там до упора уже, за полночь уже и вот, значит, и вроде наелись я думаю, ну как бы пора очистить думаю, наверное, уже все, я понял что как бы уже все, наверное, уже будет лишнее, значит как в Украине говорят, что за нато, то на здраво сейчас слишком много, то уже не на пользу и вот, а рядом со мной брузит сидел один высокий такой, там одни мужики сидели значит, и он, значит, запел песню так, о-о-о-о, значит, как фенот о-о-о-о, у них многолосие и они запели все вместе а я за ураба спрашиваю, значит, ну а что поют ну, типа, джигит, скакал, значит, там свои возлюбленные по горам, ну, про любовь, как всегда, понятно вот, значит типа, где же моя Сулико, там, что-то кстати, познакомился с мужчиной, там, с этим его зовут Сулико, представляете, это женское имя оказывается, в основном, это мужчина Сулико я говорю, не подумайте плохо, но просто у нас поют обычно про женщину ну ладно вот, значит, и так вот, и запели я тоже, ну, не знаю тексты, но так мне понравилось само воодушевление такое спели песню, потом, значит, другая была такая, более церковная песня такая там у них лоза есть, называется песня она такая и светская, и церковная сразу, одновременно такая, интересная очень а Грузия называется ещё землёй лозы, вот, и там есть смысл такой, пока тексту песни, что лоза это наш, используется вот, а мы ветки на этой лозе, то есть, ну, хороший христианский есть там тексты даже в этой песне, не только о народе и вот, спели несколько песен пропели, знаете, так, ох, чувство так опустилось у меня так, в животе всё я ещё место почувствовал, значит, как бы набор за хинкали, точно, думаю, хватит ещё и представляете, и точно там ещё тарелка из свинили, ещё раз-раз перестановка блюд да, и опять дружно вы так принялись пока жуём хинкали, значит, знаете ли а там темно, тогда было сейчас посветливо, побольше лампочек стало в городе значит, тогда было вообще темно, значит ну, там где-то там раз, на горах, там ещё скон горы там где-то раз, лампочки горели там видно, что тоже люди ужинают, потому что там пели тоже о-о-о, оттуда доносится потом оттуда, о-о-о-о, всё, ужинают понятно, я там тоже ужинаю и так мы, короче, ну, мы два раза так хорошо спели и съели столько, что, ну, наверное, даже три раза пели мы, да что, наверное, в нормальных условиях, ну, вот у меня здоровья не хватило бы столько съесть ну, вообще, самое интересное, спал как младенец вообще вот, это там такой воздух-сгор, что спаешь просто вообще, чух, и так до утра в таком оборочном состоянии вот, и, так вот, и я братьям рассказывал, говорю а в Грузии в основном что, какая еда? в основном это хлеб, они очень много хлеба едят хлеб и вино, вот это не главная еда, вообще везде и, значит, ну, и мясо, мясо, везде эти барашки эти вот, значит, бегают, значит, там на колышках, там я уже потом уже понял, я Зорова спрашиваю, значит, вот которые, по сути, так вольно, это еще так, как бы над ним еще приговоры нет еще но если уже на колышке, все, значит, уже его судьба уже скоро, ну, к вечеру, наверное, его уже порешат этого барашка и, значит, и, так вот, и что интересно, вот, вообще Иисус был гордцем, кстати Иисус был гордцем, он всю жизнь прожил в горах фактически, в долине его очень редко бывал потому что его родной город, где он прожил почти всю свою жизнь, Назарет, он высоко в горах и нам там в музее рассказывали, что все времена вот, не было же там дорог этих, хороших таких вот, чтобы с Назарета спуститься в долину, надо было сутки идти, представляете себе, спускаться в долину и потом сутки назад, значит, и на своем горбу много поколений евреев таскали землю благородную с долины туда, в горы, на террасочке, представляете, что там что-то выращивает на этих террасочках, то есть вообще ну, город тогдашний Назарет был очень маленьким, тогда города были вообще крошечные, вот, значит, в нашем измерении, в современном измерении, вот, в Назарете примерно 300 человек проживало, взрослых вот, ну, это село, по-нашему это село сегодня ну, поселок, может, в лучшем случае ну, в те времена это уже был город, как бы так вот, значит, а то, что село мы называем это было, по-нашему, хутору вот, так вот, и люди жили довольно бедно примитивно, но дружно, значит и вот таскали землю снизу выращивали все на ней вот, очень интересно и пасхальная традиция, в общем-то, она была знакома Иисусу, в общем, маме, к Моисуу еще вот, потому что родители были религиозными, мы знаем его и каждую Пасху брали его с собой в Иерусалим брали в такое путешествие непростое один из паломнических праздников то есть, точно они были там в Иерусалиме и каждую Пасху Иисус был в Иерусалиме и, в общем-то, совершалась она удивительным образом в те времена так вот, и на Пасхальном последнем этом сетере по исходу шестая глава шестого стиха когда Бог, у кого-то в Библии сейчас здесь с собой у меня да, о, хорошо а то у меня сейчас такой текст да, спасибо замечательно я прочту несколько строк сейчас из Писания из книги Исход шестая глава вот здесь это пророчество которое было сказано Итак, скажи сынам Израилевам Я Господь и выведу вас из-под иго египтян и избавлю вас от рабства их и спасу вас мышцею простертую и судами великими и приму вас себе в народ и буду вам Богом и вы узнаете, что Я Господь Бог ваш извечу вас из-под иго египетского и введу вас в ту землю о которой Я, подняв руку мою глялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову и дам вам ее в наследие Я Господь и точку Аминь Слава Богу И вот этот текст три стиха в основе пасхальной этой традиции древней традиции потому что все эти стихи они исполнились и первый тост знаем, что такое тост кстати, на Кавказе я был в Грузии там в последний раз тоже вот каждое застолье все время тост у нас в церкви там есть один тамада значит, это он как бы вот он ведет и там они называют тамадой того, кто ведет любое там любое собрание абсолютно вот и задача тамады во-первых, значит много знать да, значит быть в курсе всех событий в этом все летом по крайней мере точно вот, значит чтобы никого не обидеть чтобы всех отметить во время тостов своих значит и задача его, значит ну, не пьянеть вообще хотя много приходится ему, значит но не пьянеть и оставаться со светлой головой до самого конца до самого финала значит и вообще-то вот этот брат у нас там тамадой уже много лет работает его принимают приглашают в разные села ему удается там даже после бедра вина значит я на ногах и тосты произношу, значит и рассказываю людям, значит там и часами просто вообще эти тосты я говорю надо записывать за тобой собрать тосты в трех экземплярах что называется короче сплошной там бомбарби и кирпуду как в том фильме да кавказской пленницы и вот эти тосты на самом деле там у них первый тост интересный вот где бы ни были мы хоть высоко в горах хоть там в долине у них все время первый тост это за Бога они говорят по-русски звучит так за Бога то есть они благоставляют времен Господне и давшего нам плод как вот в еврейской молитве да плод винограда лозы и вот во время пасхального еврейского седора значит готовилось раньше целое животное то есть мяса было много не как сейчас символически так на косточке чуть-чуть вот значит и травы овощи травы горькие травы и проходите пожалуйста и значит и конечно же маца пресный хлеб пресный хлеб который ели на пасху да пожалуйста походите а Сергей можно здесь вот есть место кстати пожалуйста привет так вот и значит это было все по слову Божьему так вот и первый тост когда значит он провозглашался первый бокал который поднимался за пасхальным седором кто был тамадой там на пасхальный на тайный вечерин мы не знаем точно может быть Иисус может быть кто-то еще я не знаю может хозяин дома был тамадой не знаю но первый тост который поднимался тогда он обязательно был за свободу из Египта это была традиция библейская традиция она до сих пор соблюдается традиция то есть во время первого тоста первого бокала мы вспоминаем то что Господь нас вывел из Египта что он спас наших праотцов что он спас нас сегодня также благодарим за это Бога и некоторые кстати вот я вот в церкви рассказывал некоторые говорили а вот если я не еврей допустим а есть смысл мне это допустим как бы вспоминать ведь не мои отцы вышли из Египта ну буквально как бы да не мои праотцы допустим если я украинец или русский допустим или африканец там или американец вот но дело в том что во время великого исхода вышли не только евреи но вышли и те не евреи что уверовали в Бога Израилева и так было с самого первого исхода и так продолжалось во время всех вспоминаний потому что даже пришельцы даже те которые люди с других народов но среди Израиля живут и которые уверовали в Бога Израилева они все становились причастниками вот этого трапезы с другой стороны были те евреи согласно еврейскому преданию древнему которые не уверовали не поверили в Моисею так и не поверили несмотря на казнь несмотря на даже самые такие сильные знаки свыше и суды великие не поверили так в Моисею до конца и так и остались египцы и это древнее предание еврейское было подтверждено археологией только лишь уже в наше время ну 19-20 столетия когда археологи нашли на самом деле очень много следов еврейского присутствия и после великого исхода в Египте то есть в Египте проживали еще и евреи и археология нашла очень много подтверждений слишком много чтобы теперь инновировать это предание то есть предание еврейское правильно значит которое в Талмуде записано что были евреи и довольно много которые не поверили Моисею и остались при своих убеждениях остались значит при фараоне так вот то есть исход он захватил собой в первую очередь верующих и это в первую очередь праздник не просто евреев это праздник всех верующих поэтому я хочу успокоить тех кто не является евреем по крови может быть но кто уверовал в Бога сегодня Бога Абрама Исаака Якова с чистой совестью кушайте пасху и благодарите Бога за великий исход и если мы верующие насуждены сегодня на великой лозе который сам Мессия то мы причастники этого божественного естества слава Богу так вот друзья мои братья и сестры дамы и господа так вот первый тост за свободу из Египта но перед тем как первый тост еще произносился древняя традиция во времена храма она тоже существовала сегодня она тоже очень красивая традиция в самом начале тамада берет вот эти три листа мацы я так для удобства просто объясняю значит и три листа мацы и от средней мацы опреснок опреснок отламывается кусочек его называют афикоман отламывается да отламывается и его заворачивают салфеточку и прячут да но если есть детки еще за столом то конечно это превращается все еще в красивую игру если нет детей просто обычно на практике убирают так вот и называют афикоманом почему три листа мацы точно неизвестно есть десятки разных мнений разных раввинов одни пишут одно, другие другое но большинство современных раввинов объясняют это обычно верой в наших правоцов Авраба, Исаака и Якова но согласно допустим каббалистике современной каббалистики по книге Заар когда пришли разборки на трех листов мацы то объясняют что это три естества одного Бога это три проявления это Троица самое интересное каббалистика открывает Бога как Бога Троицу хотя это не афишируется в иудаизме ортодоксальном и поэтому ортодоксы обычно каббалистов не жалуют в этом отношении что касается догматики я имею ввиду это повод для многих споров вот то что сейчас я рассказал это повод для очень многих споров внутри иудаизма но по крайней мере каббалисты ведущие в мире какие были которые сейчас есть допустим официально подтверждают откровение каббалы о Боге как о Боге Троице о Боге в трех лицах только кто есть второе и третье лицо так и установлено каббалистикой но Библией Нового Завета установлено кто есть второе лицо сам Машех хотя когда каббалисты говорят Машех сейчас они подразумевают что все таки он и есть тот самый кто придет и который сейчас уже среди нас присутствует и то есть это косвенное подтверждение правдивости как раз Нового Завета повествования на них так вот и так вот и когда мы берем три листа там отцы уже новозаветными глазами мы говорим что это не просто Авраам Исаак Яков а это есть Отец Сын и Дух Святой это три вот как раз лица три естества которые открыты нам не через каббалистику не через что-то еще открыты через то что мы назовем Новым Заветом Брит Хадыша новый договор открыты удивительным образом и то что именно от среднего отцы отламывается кусочек для нас это знак что среди Маца означает самого Мессии еще что это он есть тот самый который пришел тело было ломимо за нас и тем более что Мессий это все подтвердил сам лично на этом пасхальном саде последнем так вот и потом опять едим мясо значит овощи трапы эти горькие и но в те времена было это было не скромный такой перекусом не просто скромном застолье это было на самом деле большим таким ужином очень плотным ужином и вот приходилось время второго тоста и кто велов этот весь пир назовем его ещё는 ceğiz модой, он поднимал второй бокал, второй тост, говорился второй тост. Второй тост обычно был дольше, он говорился больше и дольше. И смысл его был как раз освобождение от образа мышления египетского. Второй тост мы пьем за то, что Египет вышел уже из нас. Первый за то, что мы вышли из Египта, а второй, что Египет вышел из нас. Что мы освободились от образа мышления египетского, материалистического, оккультного, демонического. И Чарльз Берджин, король проповедников, его называют, в этом говорю многие проповедники эту мысль повторяли после него и повторяют, что 40 дней надо было по времени, чтобы прийти евреям из пункта А в пункт Б, путь свободы, назовем его так, к освобождению. Но 40 лет понадобилось, чтобы Египет уже вышел из евреев. Чтобы выросло новое поколение, поднялось новое поколение. Из старого поколения только лишь два человека из мужчин вошло в землю питований. Ну и третий Моисей уже в другом виде, в другом формате. Однажды тоже вошел. Уже в Новом Завете мы это читаем. И что интересно, когда пили второй тост, то, конечно, и сегодня мы пьем, когда второй тост поднимаем, на пасхальном седере мы обычно говорим за освобождение от образа мышления старого, ветхого человека. И потом опять мясо едим, значит, и овощи, и травы эти. Соленая вода, кстати, на столе она символизирует собой как раз слезы, которые проливали наши отцы в рабстве. И да и мы сами, если мы вспоминаем свой исход, мы вспоминаем слезы, что пролили в своей прежней жизни. И напоминание, о чем Бог нас спас. Вообще таких слез горьких. И потом, и те слезы, которые мы должны были пролить, если бы мы не вышли из Египта тоже. Уже лучше как соленую воду их попить, чем проливать их. Так вот, горгодиловы такие слезы. Так вот, и интересно, потом опять едим, и приходит время уже третьего тоста. Третий тост, это тост чудес и знамений. Это, ну, обычно на практике самый красивый тост. Мне он очень нравится. И вот когда мы совершаем его, допустим, дома, в кругу семьи, мы тоже совершаем его с домашней минуты. Я, моя жена, наших шестеро детей, гости, которые приходят, совершаем такой, когда пасхальный седр, то третий тост, он обычно больше всем нравится как раз. И детям очень нравится. Потому что в этот момент как раз обычно и я рассказываю, и жена, и все, кто присутствует, рассказывают то, что, какие чудеса и знамения Бог совершил и совершает во время нашего исхода из Египта, нашего Египта. Мы вспоминаем те древние чудеса, конечно. Мы вспоминаем все казни египетские, перечисляем их. Мы называем, что море стало пешеходное. И мы прошли по дну морскому, как по суше. Есть даже песня такая православная. Яку по суху пешешествовав Израиль, по песне стопами гонителя фараона, видя потопляема Богу победную песнь по им вопияше. Вот эта песня такая хорошая очень, да. Как раз пасхальная в тему. Но, правда, мы не зарастываем погибель египтян. Безусловно, это трагедия. И суды над нашими врагами, которые Бог совершает, это не повод для нашего веселья, радости. Хотя мы тоже радуемся, конечно, веселимся. Но, знаете ли, Пасха это праздник со слезами на глазах. Действительно, это праздник, который, знаете ли, со вкусом слез и горя. С прифусом этой горечи. И вот как раз горькие травы, они нам напоминают, что это не просто праздник для веселья, знаете ли, а это праздник, где мы еще вспоминаем много горечи, которые пришлось вкусить не только нам, но и врагам нашим. И, в общем-то, ведь есть такое древнее предание еврейское тоже, очень интересное, красивое такое, мне очень нравится оно. В том, где оно повторяется несколько раз, это предание. Говорится, что когда перешли евреи уже Красное море, и вода сомпнулись над врагами нашими, и увидели отцы наши, увидели трупы врагов на берегу, то стали ликовать, славить Бога, и, значит, как бы, был большой повод для радости, конечно, но по преданию в это время как раз сошли ангелы Господни, посланники Всевышнего. Вот как раз есть такое тоже мнение, что именно в этот момент родились первые слова, которые потом в средние века уже оформились как молитва. Вот это. Шалом Алейхем, Малахей Хашаве, Малахе Эминьон, И Мелех Малхеям Лахим, Акадош Баруху. Вот посланники Всевышнего, ангела Господня, которые приходят, и вот по древнюю преданию именно там сошли ангелы Господни, на этом берегу, и сказали евреям, чтобы они не радовались, потому как Бог плачет о гибели людей. Эти египтяне были тоже люди, тоже создания Творца, и что Бог печалится об их смерти. И поэтому радость на берегу, она была как бы тоже со слезами на глазах в этот момент. И на самом деле интересно, когда мы выходим из нашего Египта, когда мы говорим Богу «Да», когда мы соглашаемся вот сегодня в Новом Завете уже с Божьим планом спасения, то Бог чудесами и знамениями сопровождает и сход сам, и дальнейшее наше шествие на пути освобождения, когда мы идем по пути свободы, по пути освобождения. Когда мы говорим Богу «Да», когда мы соглашаемся с Божьим планом спасения сегодня, в новое время уже, и мы признаем Иисуса как Христа своего, как Господа, и Ишуа как Машиаха, то Бог совершает чудеса и знамения. И очень много в жизни каждого верующего. Очень разные чудеса. И исполняются даже стыни евреи. Неважно, над всеми евреями и неевреями совершается великое Божье Слово, что касающееся вас, касается Деница Ока Божьего. Вот знаете, когда в 92-м году я тогда служил священником в Рязани. Ну и в Москве часто в то время бывал, в 91-м, я начал свое служение как священник в Рязани, а вообще с 88-го года начал служение свое в Орле, в Орловской области и немного в Московской области, в Сан-Шагорске послужил тогда. А в 91-м году стал священником уже в Рязани. И в Рязанской области служил на приходах. И вот в 92-м году, уже будучи священником, я приезжал в Москву как раз и встретил случайно, встретил, казалось бы, случайно, но это не просто случайно, одного человека, которого знал раньше, который был прапорщиком в воинской части, в секретной части полка он служил, как раз того полка, где я служил, когда-то в армии. И знаете, и от него, он тогда был дьяконом уже, здесь в одном из московских храмов, не помню где точно, в Эдренхар, он был где-то так. Вот, значит, и он рассказал мне случай. Он мне сказал, Сереж, а ты помнишь то, что было с тем офицером, который хотел тебе дебиль ногами вперед сделать? Я же не знал ничего, что произошло. Есть мое свидетельство, есть в интернете, есть кому интересно, послушайте, почитайте тоже. И был офицер, который когда служил в армии, который хотел мне дебиль ногами вперед устроить. То есть, так получилось, что он был очень настроен агрессивно против Бога, против веры. Я не знаю почему, с чем была связана у него так агрессия. Возможно, это были какие-то личные у него огорчения. Я не знаю почему, честно говоря. Вот, значит, и теперь уже не узнаю, потому что его уже нет уже на земле. Он так и ушел в могилу, сошел. Вместо меня он ушел дебиль ногами вперед. И получилось так, что полгода примерно, например, полгода он меня третировал. Служба в армии была для меня очень тяжелой. И вот именно из-за его такого агрессивного отношения. А всему виной было то, что в военкомате на моем личном деле кто-то взял и написал верующий. И вот это испортило мне на полгода жизни. Последние полгода моя служба в армии. Первых полтора было, все было отлично, все было очень хорошо. Были другие офицеры. И наш родной командир был другой совершенно офицер, который тоже был коммунистом, тоже все, но очень уважал веру, очень уважал вообще настолько, что даже вот, хотите верить, хотите нет, меня один раз отпускают даже с карантина. Никого не отпускают с карантина вообще. Это еще не солдаты, это еще добрые садки. Никого не отпускают, и как бы кому расскажешь, не поверим. Но я, правда, целую неделю постился за это. Это уже в то время, да? Да, тем более в то время, советское время. Вот, значит, когда отношение было такое, ну, так, мягко сказать, хамское такое, отношение к верующим было, в армии особенно. Это очень сильно выражалось, конечно. Вот, значит, и, знаете, значит, вот этот офицер, он был очень... И другие некоторые офицеры были, они тоже коммунисты были, но очень уважительно относились, я так понимаю, к вере. И, ну, были очень разные люди, это слово. Вот, но когда мне оставалось полгода служить, вот пришел там ротный новый командир, который был очень такой агрессивный, очень настроен, очень воинственно. И вот здесь моя служба началась такая просто адская служба, на самом деле, просто. Вот, несколько раз Бог сохранял мою жизнь, просто и на полигоне Бог сохранял мою жизнь, значит, и при разных родных издевательствах, когда я, ну, имел большие возможности просто погибнуть. Но я выживал. Я приходил в роду живым, здоровым. Ну, не всегда здоровым, но живым выходил, по крайней мере, точно. И вот, последний раз он меня сажал на Гоупахту, в карцер, меня закрыли в карцер, и там держали полтора месяца в карцере. Вот, то есть те, кто узнает, что это был карцер, те понимают, что в карцере, у нас там один успех только был такой, вот он две недели выдержал в карцере, значит, мне полтора месяца держали там в карцере. Но Бог сохранил и там мою жизнь, и, ну, что-то полтора месяца почти ничего не есть, самое страшное, почти ничего не пить, вот, и не спать, на холоде трястись, значит, как грузовой риф, только цементный, который застрял на полтора месяца. Значит, то есть ужаснейшие условия, плюс еще избиение, плюс еще хлоркой дышать, значит, и плюс еще, ну, то есть это было просто адом настоящим. Но там вот, до меня был узбек, который сидел там две недели, вот, ему делали аквариум, тогда еще у нас называли это, два-три ветра холодной воды туда наливали, почти как-то получалось воды, и с собой хлорки бросали, и закрывали. А она почти герметичная камера, то есть там сразу сопли, слезы, он весь был чумной, опухший, терял сознание, потом и вытащили его оттуда. Вот были пытки такие придуманы, очень интересные такие, как бы, ну, страшные, конечно, но, вот, и, то есть я в этой воинской части тоже испытал на гаупакте такие, именно пытки именно. Как сейчас я понимаю, это были пытки. Это было связано именно как раз вот с издевательством, но не все офицеры были такие абсолютно, я сразу говорю, не все. Были нормальные, порядочные люди, но, вот, к сожалению, были вот и такие. И вот этот народный командир наш, он был из блатных офицеров, его родной отец был командующим военным округом, герополковником, а он был старшим лейтенантом. Поэтому он чувствовал себя совершенно, ну, как бы, развязанно, и даже на построении полка, вся офицера стояла перед командиром полка смирно, он один только вольно стоял, и на глазах у всего полка. Это было демонстрацией своего превосходства. Такая пентагоновская шапка была, у него такая, значит, фуражка такая, крокодиловые кожи были с паги, насчет, там, насчет, бриллиантовой заколочкой. То есть он был весь из себя такой очень серьезный, такой, как бы, ему казался, наверное, человек. Вот, смотрелся, да, сейчас я понимаю, комично немного, конечно, но вот этот человек пообещал, что я живу, я домой не вернусь, что дембель будет ногами вперед. Но так получилось, что он сам ушел из армии. Я не жалую ему зла, Бог свидетель, значит, но получилась трагедия, он трагически погибает, и, значит, и его все связи не помогли ему выжить, и его папа, командующий военным округом, не помог ему. Знаете ли, вот деньги не помогают, и связи не помогают, когда в суд приходят, такой, да. И когда я услышал в 92-м году из уст этого бывшего прапорщика полка, который стал дьяконом здесь в Москве, уже служил тогда, эту историю, я, знаете, я слушал, у меня вот мурашки по коже бегали, просто от такого, как будто такого благоговейного ужаса, какого-то знателя, то есть, понимаешь, вот реально, что касающийся тебя, касается зеница, ока Божьего, самого Бога, самого Бога. И вот во время, вот я сделал такое, как бы, свидетельство, во время вот этого третьего тоста, обычно мы вспоминаем всякие чудеса, что Бог совершил в наших судьбах. Я рассказываю каждый раз, вот детям своими, я это очень люблю, в Писании говорится, что есть вопросы ребенка, сына, и в традиции иудаизма это все тоже прописывается, но сегодня, к сожалению, чаще всего, если синагогально брать это все, это превращается просто в мертвую традицию, формализм. Но, я так понимаю, по Писанию необходимо не просто расписать вопросы детей и ответы свои, приготовить заранее для детей, потому что здесь мирный номер не проходит, это превращается к лицемерию какому-то. А очень важно, наверное, провести так, пасхальный садар, чтобы дети сами заинтересовались, папа, почему мы действительно едим сегодня такой хлеб, почему у нас, почему у нас сегодня не как всегда, почему сегодня какой-то особенный день, чем это ночь, а других всех ночь отличается вообще, почему сегодня мы не спим, обычно мы ночью спим, отдыхаем, а сегодня все собрались, тревожно, и благоговейно, и мы кушаем многое, значит, и почему мы так торопимся, почему, потому что это происходит, и хотя это трудно, с детьми очень трудно, нам, взрослым, понятно более-менее, что происходит, детям очень трудно каждый раз сделать удивление какое-то, произвести удивление на них, но надо стараться, я так понимаю, в этом творчество, в этом творчество даже у нас родителей, и в этом году мы тоже хотим удивить детей, чтобы они тоже заинтересовались, тоже спросили все-таки, когда человек уже не спрашивают, уже понятно, что он уже взрослый уже, да, не хочется, чтобы они так быстро взросли, и вот что интересно, после третьего бокала, седр продолжается, мы снова кушаем мясо, доедаем уже, значит, уже эти овощи, травы, приходит время четвертого тоста, четвертый тост, это, собственно, уже не совсем паста, первых три тоста, это чисто пасхальные тосты, четвертый тост, это уже как бы, по сути, тост уже не Пасхи, а праздника Шиву, праздника Пятидесятницы, по сути, потому что вспоминается момент, когда Бог вывел из Египта рабов, и привел их к горе, и там на горе дал заповеди, постановление правила, когда произошло удивительное, знаете ли, усыновление, поэтому этот тост, еще называемый иногда Бога усыновления тост, когда, как сыновей, дочерей своих, как свое священство, народ святой взятых у дел, Господь, Он увидел нас такими, и видит нас такими, и для всего, и созданы мы, хотя, на том, в том дне, когда были возле горы, не все исполнилось, к сожалению, не все, потому что Божье было, как бы такое, повеление, что ли, на самом деле, на гору не сходить, только лишь одному Моисею подниматься можно было, но, когда протяжные, трубные звуки было звучать, тогда было сказано, все могут подняться на гору, в 19-й исход главе, но в 20-й главе исход говорится, что было все прямо наоборот, когда протяжные, начались трубные звуки, когда небесные шафары затрубили протяжно, не прерывисто, а протяжно, вот два варианта звука, да, этих шафаров, небесные шафаристы, эти ангелы затрубили, когда протяжные, начались трубные звуки, народ настолько испугался, что развернулся и встал вдали, наоборот, прямо противоположно, ушел, не поднялся на гору, хотя всем предлагался вход туда на гору, только один Моисея только был там, и вот, но спустя многие столетия, однажды, во время, вот, во второй главе Деяния Апостолов написано, как раз совершилось чудо, которое тогда не совершилось, когда очень разные люди, не просто в горе пылающие, дымящиеся, горящие подошли, а в само присутствие Бога вошли, крестились тот дух, который тогда действовал на этой горе, удивительно, конечно, закон через Моисея, но благодать и истина через Иисуса Христа произошли, действительно пришли в жизнь верующих. И вот, но четвертый тост, это тост усыновления, который мы пьем, как именно дети, его, как сыновья и дочери его, потом опять доедаем уже мясо, уже не осталось ничего на столе, фактически, наливается пятый бокал, но он по традиции ортодоксального иудаизма, и в общем-то, традиционного иудаизма, он так до сих пор не пьется. Это пятый бокал, обычно он остается на столе, но его потом пьют, хозяйки обычно. Вот, вообще-то, его так, кости расходятся, он так и видит его, последним бокалом на столе. И последний кусочек мацы, то самое афикоман. Афикоман, кстати, если есть дети, есть традиция, очень интересная, выкупа, когда тот ребеночек, что сообразит и найдет этот афикоман, он может торговаться с родителями, ну, хотя бы велосипед, выторговать, но хороший ребенок считает, что он может хорошо торговаться. Он не должен соглашаться сразу, знаете, был бы очень крутым ребенком, соглашаться сразу на простой, какой-нибудь, допустим, подарок. Вот, обычно принцип такой, родители должны все время самый дешевый подарок предлагать, ребенок должен самый большой подарок, и потом должны найти как-то компромисс какой-то. В Нью-Йорке я был на одном пасхальном седере, вот, ну, там была богатая семья довольно-таки, они, ну, и там дети участвовали не только такие маленькие, но и уже дети, ну, тинейджер, вот, тоже участвовали в поисках, и, значит, вот, парень вытрыгивал себе новую машину, потому что его машина уже, ну, он ездил в школу, стажеклассник, значит, ездил в школу на своей машине, но его машина уже не такая новая, он договорился, что будет у него новая прямо салонная машина, значит, он, ну, он долго торговался, вообще-то, долго, родители все, ломались, ломались, но в конце концов, когда родственники говорят, ну, хорошо, мы тоже свою лепту внесем в это все, в этот проект, значит, и купим его машину, тогда уже все, уже разыгрыши, уже по домам. Как? Прятать лучше. Нет, нет, ну, на практике сегодня, ну, в обычной семье, конечно, там, не машина, и даже не усыпят обычно так, небольшое денежное, небольшое денежное вознаграждение, такие обычно, на практике. Вот, и, а почему торг? Интересно, на самом деле, торг в этом, тоже имеет духовный смысл определенный, ведь тело Христа, да, оно было, действительно, хотя было позорено, и висело среди разбойников, злодей был прищем, но гроб был погребен у богатого имена. Как бы, это не просто совпадение, это было красивое такое, как бы, знаете, красивое почтение такое, определенное такое, и исполнение прочности тоже было в этом отношении. Слава Богу. И даже с лафеточкой, кстати, в которой этот команд заворачивается, нам должен быть самый красивый, который есть у хозяина только. Самый красивый. Обычно сами приготовляют, вышивают накануне все это. Так вот, и потом приходит время пятого тоста, казалось бы, но пятый тост, он не произносится. Равины, ортодоксальные, традиционные, обычно объясняют таким образом, что это знак печали нашим, некого траура, ну и по погибшим в этом исходе, и по тем людям, в первую очередь, наверное, которые как раз не дошли до землеобетований, потому что там как раз на пятый тост, он по идее, тост мессианский, тост мессианского царства. Во времена второго храма его называли тостом бокала Мессии. Эту чашу должен был сам Мессии поднять. Во времена таллогического же иудаизма этот бокал назвали бокалом Ильи, пророка, но по-любому Илья должен был не свое царство провозносить, подняв бокал, а именно царство Мессии должен был провозносить. То есть, по-любому это как традиция времен храма, так и традиция более поздняя. Говорит там, что это бокал, это чаша Мессии самого, и его царство, его королевство. И печаль вспоминается различная, но чаще всего сегодняшние раввины говорят так, что ведь статистика очень печальна на самом деле. Из 600 тысяч мужчин призывного возраста, вышедших из Египта, только лишь два человека вошло в Ханан, из Суснавина Халев. Представьте, как печальная статистика на старте. Такой марафон, представьте, городской марафон, да? 600 тысяч человек зарегистрировалось, участников марафона этого. И только лишь, а финишную черту, ленточку, только лишь два-три секунда человека. Конечно, вот из-за такой печали, как бы и есть повод для печали, безусловно. Но есть еще и другие объяснения, они, ну, так бы, довольно-таки мистические такие объяснения. Но по-любому пятый бокал не пился никогда до самого Иешуа Машех. Он не пился. После вечери, когда уже все было съедено и выпито, тогда Иисус совершил то, что до него никто никогда не совершал. Никогда. Он последний кусочек мацы и последний бокал он назвал именно таинством, назвал, по сути, тайной своего тела и своей крови. Он сказал, что это тело мое, не просто Исаак, или что-то еще. Нет, это мое тело. То есть это сам Иешуа, сам Иисус. И это мое тело. И оно как маца было пробито, оно было пресно и пробито. Без вас, то есть без греха, безгрешное, абсолютно безгрешное тело. И пробито все, и бито. И плюс еще чаша, бокал, последний бокал подняв, он сказал, что это есть чаша, есть новый завет в моей крови, который за вас проливается. И это было супер откровение. Это, представляете, что творилось в мазках тех апостолов, что сидели за столом, там, ну, я так представляю, столом, ну, там, на этом пасхальном ужине, последнем Ветхого Завета уже. То есть, Иисус, Ишуа, он сам объявил, по сути, свое царство, объявил себя мессией, самим актом поднять этой чаши. И последний кусочек мацы, что они съели вместе, уже съели, как именно этим причастием. Поэтому обычно, вот, когда мы совершаем тоже вместе пасхальный седр, мы завершаем его, когда все уже съедаем, то, значит, то мы не сжигаем остатки на огне, значит, мы оставляем все-таки до утра, на завтрак. Сейчас уже мы не держимся сто процентов тех традиций, которые держались в те далекие времена, по причинам, в первую очередь, конечно, того, что в Мессии еще есть наша Пасха, стопроцентная Пасха. Но, когда мы все уже завершаем ужин, то мы завершаем, обычно завершаем его именно хлебопреломлением, причастием. Причастием, когда мы говорим, что его тело было за нас сломимо, и его кровь была за нас пролита, и мы спасены через веру в Иисуса Христа. Это есть дар Бога свыше, данный нам. Слава Богу. И вот это удивительное завершение пасхального сцедера, наверное, открывает очень сильно как раз смысл Нового Завета. Потому что Новый Завет в крови Мессии, в крови Христа. И как вступить в Завет этот? Признать его еще своим Господом. Иисуса своим Христом, своим Господом. Что Он пролил за меня свою кровь. Когда вот служил уже священниками я традиционно православной Русской Церкви, до 96-го года я служил в Русской Церкви, официальной, традиционной православной Церкви, не реформатурской, не обновленческой тогда. Так вот, и приезжал я в Сношногорск, по старой памяти тогда приезжал, и тогда был там настоятелем храма отец Иоанн Баташинский. Это как вот, если вы с Москвы въезжаете в Сношногорск, то как раз на направо будет выстрел курсы, а налево вот этот храм на въезде в город Сношногорск. Вот там в этом храме я как раз служил тоже. Так вот, и в этом храме тогда был отец Иоанн Баташинский служил, настоятелем был. И интересно было тоже общаться на разные темы с ним. Так вот, и там была одна бабушка, которая, ну, она очень богомольная была, ее все знали там в этом храме. И тогда, знаете, в советское время она замуж так не выходила, кстати, она вот все время при храме была. Она и дневала, и ночевала там, помогала священникам, стирала, готовила все, пела раньше, была помоложе. Она всю жизнь посвятила храму. То есть, она примерно лет 70 своей жизни, ну, больше 60 точно своей жизни, она каждый день фактически была в храме и служила, и работала в храме. Ее в Сношногорске все знали, это бабушку. Я, конечно, знал ее тоже. Ну, правда, при мне она уже не пела, но немного она подпевала без клявых старческим голосом. Значит, ну, как бы, она в основном чем занималась? Там подсвечники протирала, свечки переставляла, уже старенькая бабушка такая уже. Вот, она так и замуж не выходила, всю жизнь была вот при храме, помогала. Тогда еще была там матушка такая, и пракси была, монашка, она все ей помогала. Тоже бабушка такая, божий дуванчик. Вот они вдвоем все время там и были у них там на клиросе. Вот еще, ну да, такие бабульки интересные были, застала. Мои прихожане тоже были, еще старше мои прихожане были в Рязанской области. У меня были прихожане в 91 году, они были еще с 19 века родом, эти мои прихожане, бабушки. То есть в 91-м им было 93-94 года, то есть они были еще 1890-1908 года рождения. Вот такие бабушки мои были, прихожанки. Там, что не бабушка, то легенды просто вызываю вообще. Там потрясающие были рассказы такие. Я их любил слушать. Они нашли, того, с кем можно поговорить. Пусть нашли, открыт. А я слушаю, это, знаете, просто, там сериалы мексиканские отдыхают. Там такого наслушаешься, там вообще, можно книги писать просто вообще. Вот, и потом много чего научился, кстати, из этих рассказов. Правда, были и левые рассказы, конечно, но были это очень-таки мудрые рассказы. И вот, ну как-нибудь потом расскажу. И же ваши уши тоже открыты. Это хорошо. Люблю рассказывать. И вот, а про ту бабушку Сношногорска. И представляете себе, 92-й год, я приезжаю опять туда, в Сношногорск, и про погоду, про что-то еще, там, с батюшкой, матушкой. И они мне говорят, а вы знаете такую-такую-такую-то бабушку? Конечно. А что? Ну, наверное, уже думаю, ну, как бы, нет, жива. Все, кто ушла? Каким-то баптистым, там, да вы что, говорю, ну, про кого, про кого? Ну, от первого, я не ожидал, знаете ли, как бы, да, она выросла при храме, жила при храме, и как она к баптистому умудрилась в пальце, вообще, как она сейчас. Я думаю, наверное, злые языки, наверное, все-таки говорят. Вот, и, представьте, на автов станции, на автовой зал, как раз, значит, там, с Лошагорска приезжаю, и точно, идет бабушка с Библией в руках. Фух, думаю, наши люди с Библией не ходят. Точно, наверное, сектантка, наверное. И с ней поговорил я. И, представляете, на самом деле, ну, я его немного осудил, как бы, такой молодой человек, такой священник. Она говорит, батюшка, не спешите меня осуждать. И сказала мне такие слова, примерно, что, представляете, ну, не помню дословно, что, я знала, там, ну, десятки разных священников, кормила, там, даже митрополита, однажды. Вот, но почему никто из них мне не сказал никогда, кто такой Иисус Христос, и что Он для меня сделал, вообще. Она рассказала мне, что всю жизнь она была при храме, но так и не узнала этой, и так бы ушла в могилу бы, и я как бы не знала бы, что, оказывается, Иисус Христос, Ему не просто распяли злые евреи, и Он на зло им воскрес, и мы этому радуемся каждый год, значит. Вот. Вот. А что, оказывается, ну, я так, ну, она так более деликатно рассказывала, но, ну, примерно, к этому все сводилось, как бы, значит. Вот, каждый год Его хоронили, плакали, убивались, там, чуть не волосы, наверное, рвали, значит. Потом радовали, что Воскрес, значит, слава Богу, Воскрес. Как в Москве, проповедовали их как-то, в 92-м году, протестанты. Одной женщине тоже, у метро, вот, что Христос Воскрес, ну, Бог Ему здоровья, в чем-то всякий. Наверное, знаешь, это были. Добрые русские люди. Да, интересно. Вот, и, что интересно, и та бабушка, она вот на старости лет, но она поняла, что ей вот, она тоже, я пугалась их там, баптистов всяких, но они мне рассказали, что Иисус Христос не просто его распяли когда-то там, а что Он умер лично за тебя, лично за тебя, не просто там за кого-то даже, а за тебя лично умер, и воскрес для твоего оправдания, потому что она была старенькой уже бабушкой, уже женщина старенькая-старенькая, но она так и не знала, куда ей пойти, в рай или ад, значит, и что там, она боялась суда, она была религиозной женщиной, она всю жизнь, как бы, в страхе таком, да, религиозном таком. Да, были моменты радости, конечно, в ее жизни религиозной тоже были, такие пасхальные, такие переживания, но пасхальные переживания, они ничто радостные, в сравнении с тем, что действительно человек должен пасху пережить своей жизнью, пасха, которая из Христос, это не просто, ну, если куличик поел, там, да, разговел, значит, не, порадовался, вроде как птички поют, значит, там, пошел на могилу родственников, значит, пасхал, значит, все это, значит, это вся традиция, знаете ли, люди вот живут в таких традициях, как бы, религиозных, но не знают самого основного, что Христос умер за них, и воскрес для их оправдания, и вот это спасает, я, знаете ли, кстати, вот в Химках, когда вот, вот, мы опять-таки недавно были в Химках, да, значит, в Баптистской церкви, на Бутаковском заливе, там, я иногда бываю, там провожу тоже семинары, служения некоторые в Москве, в Химках непосредственно, так вот, и, значит, там был случай, еще предыдущий раз, там, да, мне рассказывали молодежь, там, химкинская, Баптистская, они мне рассказали, что, вот у нас есть один знакомый батюшка, здесь, который, вот именно он, так, евангельски учится, рассказывает в храме, надо же, интересно познакомиться с таким, ну, как бы, нечасто встречаешь такие батюшки, вот, значит, мы приехали туда, и действительно пообщались, и я приятно был удивлен, что человек, именно, ну, знает слово, не просто слово знает, но вот именно пережил что-то в своей жизни, это было приятно, такое было встречей, и он мне потом рассказал, окажется, он стал Библию читать вначале на зло своей тещи, у него теща с методистской церкви, и она, значит, вопросы всякие такие задавала, на которые у него не было ответов, и он вначале стал читать Библию на зло тещи, обложившись дополнительной литературой, разъяснительной, значит, настольной книгой священно-запонослужителей, и антисектантским, миссионерским путеводителем по Библии, да, значит, и выискивал себе оправдание, а потом увлекся, и стал не на зло тещи, а на добро уже, стал читать, и самое потрясающее, конечно, что этот молодой священник, он пережил, когда он в своей жизни, мы до конца не могли с ним больше потом беседовать, но я понял, что он пережил именно вот это откровение, понимание, что не дают, к сожалению, в семинариях, но моя мечта, чтобы, действительно, чтобы религиозные вожди, лидеры, и православные, и другие конфессии, чтобы были не слепыми, а свящими, чтобы знали, куда идут, и знали, куда нести за собой народ, как было в Адмуртии, знаете, вот там был такой диспот, такой импровизированный, с одним местным священником православным, и я как обновленец, он как традиционный священник, и, значит, я вопрос ему задал тогда, вот вы как священник, скажите, вы сами возрождены свыше или нет? Если сегодня ваш последний день неча, знаете ли вы, когда вы пойдете, в рай или ад? И он сказал следующее, вот цитирую, сказал, нет, не возрожден, и скорее всего пойду в ад. Вот конец цитата. Представляете, а люди слушают, а там собрались в основном его прихожане, там евангельских верующих было раз-два пчелства вообще, и он сказал, а задумывался, что что-то не то сказал, значит он стал, как сейчас говорят, догонять. Вот, и я его за язык не тянул, он сам сказал все это, то, что он сказал, это его дух, что-то, видимо, за язык потянул, вот, рассказал ему уста, ну вот, чтобы он сказал это, но, слава Богу, что человек задумался, он услышал самого себя, это очень сильно, это очень хорошо, как один цитик говорил, древнееврейский, что говорит, все вышли дал двое ушей, и одни уста, чтобы мы и слушали себя в том числе, да, и вот, что интересно, потом я сказал этому священнику, что если вы как священник, вы сказали только что, что вы не возрождены, и скорее всего, полет в ад, то говорю, да, вы можете повезти за собой людей, потому что большинство здесь присутствующих, они вам как пастору, как священнику доверяют, и он не ответил ничего, уже на эту тему не говорил ничего, перевел разговор в другое русло, но вопрос остался открытым, и многие православные тамошки, удмуртские подходили ко мне, и благодарили меня, хотя были настроены вначале, довольно-таки так агрессивно, как обновленцу, как реформатору, но, видимо, вопрос заделают за живое, это самый важный вопрос, я надеюсь, что тоже среди наших зрителей будут те, что задумаются над этим важным вопросом, личного исхода, потому что интересоваться исходом, что был тогда, это хорошо, но это не все, далеко не все, потому что основное, пережить исход сейчас, сегодня, что Христос не только тогда, 2000 лет назад, а что Он сейчас тот же самый, сейчас, в сию минуту, Он здесь тот же самый, и сегодня Он совершает великий исход, и чаша, последняя чаша в крови, Мессия, Новый Завет, это великая тайна, потому что и начало нашего исхода, это Нового Завета, это кровь Христа, и завершение, это тоже кровь Мессии, кровь Христа, и даже если всю жизнь на Царстве Божьем, на поле Царства Божьего проработаешь, на этих Нивах побелевших, знаете ли, все равно уходя с этой земли, должен понимать, что наше спасение, это дар Бога, во Христе Иисусе Господе нашему, что это подарок свыше, чтобы никто не хвалился, что наше все старание, религиозное старание, святость религиозная, она не сможет даже на миллиметр нас приблизить к Царству, к этому великому Царству, что должно родиться свыше, и только лишь кровь Христа открывает нам это Царство. Удивительно, конечно. И всякий, кто призовет имя Господня, спасется. И хочется, чтобы в эти дни, святые дни, Пасхи, чтобы сейчас предпасхальные дни, пасхальные уже потом дни, чтобы действительно люди очнулись от религиозного дурмана, от, знаете ли, от этого гипнотизма религии, традиции гипнотизма, чтобы пришли к живым взаимоотношениям с Богом, к живому обращению к Богу, и к живому переживанию живого Бога. И это самое важное, самое основное. В этом есть Пасха. И будем есть мацу, будем есть мацу всю неделю, до 2 апреля в этом году, исключительно. Но, конечно, если по возможности мы это соблюдаем, держим все эти библейские традиции, есть разные традиции, есть традиции человеческие, есть традиции религиозные, допустим, культурные, но есть традиции Божьи, которые сам Бог однажды дал, и дал навсегда. И прекрасная традиция. Накануне Пасхи, накануне этих Дней Святых, мы смотрим свой дом, удаляем всю закваску, потому что в Новом Завете апостол Павел в том же самом послании в Карин, говорит, что закваска символ дрожжи, закваска символ порога и лукавства. А преснок есть знак чистоты и истины. Вот, потрясающе. И интересно говорится в этом послании, очистите закваску вашу, удалите закваску, потому что вы бесквасны, потому что Христос, наша Пасха, заклан за нас. Потрясающе. То есть Бог нас видит бесквасными. Хотя по-человечески это невозможно удалить закваску, но это возможно с Богом. Невозможно человеку, возможно Богу. И это сверхъестественно. Да, я пример приводил себе в церкви, кстати, об этом тоже. Я говорю, представьте себе, представьте, допустим, муж сказал жене, дорогая, испеки пирожков мне завтра. Ну, она хорошо поставила, значит, тесто, тесто уже пышет, уже все, поднимается крышка, и вдруг хозяин говорит, слушай, дорогая, вот что-то я передумывал, испеки мне чем пресного, не хочу дрожжевого теста. Хорошо, муж, но сделать новое тесто? Не-не-не, вот из этого же только сделай пресный теперь его. Знаете, даже там, говорю, Золушку там в шоке. Даже грехи задали таких не ставили. Даже злая мальчика там. Потому что, знаете ли, ну это невозможно, как бы сделать из этого, теперь, проще это выбросить теперь и сделать новое, замесить и испечь, что он пресный такой, да, допустим? Нет, а хозяин говорит, нет, он не разбазаривается, он не такой, чтобы наш Бог, чтобы, а, не получилось, а ладно, потом как-то получится. Это, кстати, не получилось, я его отброшу, нет. Нет, он работает до конца. Его призвание даже не приложено вообще. Даже если все вскисло. Нет, все равно работа над этим. Удаляй закваску, убери закваску. А почему? Почему это возможно вообще? Как возможно очистить, там еще в таком переводе, с греческого есть такой вариант перевода, полностью выскоблить старое закваску. То есть выскоблить все это, удалить. Каким образом? Только очистить полностью. Да, да, полностью. Это только Мессия может сделать. Только Христос может сделать. Традиция, кстати, до 6-го столетия, исторический факт, маленькая справочка историческая, до 6-го столетия большинство христианских церквей кушали в отцу на Пасху. И относились к этому как нормальной традицией. То есть первые 5 столетий после Иисуса большинство христиан на востоке и на западе во-прежнем ели в отцу. И не только на Пасху, даже и хлебопреломление совершалось именно Моцой. А в 6-м столетии, когда Юстиниан и Феодора были императорами тогда. И Юстиниан и Феодора. Вот те самые, что построили в Стамбуле этот огромный храм, Софийский собор Константинополя в 6-м столетии. Вот именно вот эти люди, они попытались, невезуспешно, к сожалению, с мясом буквально оторвать церковь христианская от еврейских корней. Потому что Феодора была ярой антисемиткой, и Юстиниан, этот император, был ярко выражен подкаблучником вообще. И, в общем, это по сути правила Феодора всем. Это как бы исторический факт, и даже неверующие историки это признают, что это как бы... Кстати, там такая, знаете ли, потрясающая история жизни этих людей. Значит, очень показательная. Хотя они оба считаются святыми православной церкви, к сожалению, до сегодняшнего дня. Ужасно это все. Вот, но они друг друга стоили, конечно. Значит, ну это... Сам Юстиниан, он был очень жестким человеком. Вначале он правил очень жестко свои перья. А потом влюбился вот в одну женщину. Но она была безродная совершенно. Она, значит, больше того, она была, как Жириновский говорил, женщиной нетяжелого поведения. И, в общем-то, она славилась этим своим поведением, значит, в столице. Она была, вначале была просто уличная проститутка, а потом она стала бизнесом этим заведовать. У нее была уже сеть публичных домов в столице и в других городах. То есть она построила бизнес. Сотни проституток и проституток работали на нее. И сама она, если в начале карьеры своей она, значит, ее как клиентами были просто портовые рабочие матросы, то в конце карьеры вот ее там сенаторы, олигархи тогдашние были. Вот, как бы, ну это очень такие богатые и развратные люди. И даже сам император. Она была одной из его любовниц, проституток, значит. А потом он как-то предложил ей стать первой леди в империи. Конечно, ради этого пришлось переписать все законы империи, казнить оппозицию. И, в общем-то, как бы много что сделать. Потому что никогда еще в истории Византии такого не было по закону, чтобы безродная девушка, значит, данная женщина стала первой леди. Она стала императрицей, но став императрицей, она все борозды правления взяла к себе. Юстинят изменился до неузнаваемости вообще. До того был император, который войну объявлял, заключал мир, был очень жесткий во внутренней политике, налоговой политике. А здесь даже в быту оказался беспомощным человеком совершенно. То есть он стал полностью вообще под жену. И сама, как? Как Язавель. Она, да, ярко выражена такая Язавель. Ярко выраженный, новозаветный формат уже Язавель. И она, кстати, как и Язавель, вот та, вы помянули, да, она избивала тех самых пророков, которые, ну, служителей христианской церкви, которые по Слову Божьему поступали, или же стремились к тому, чтобы сохранить остатки истины, которые в то время еще в христианстве сохраняли, степлили, становятся как гонки. Значит, она их, ну, как правило, их не казнили так публично, их обычно отправляли в ссылку, где они пропадали без вести. Вот, или же замуровывали их в монастырях пожизненно уже. То есть, по сути, это та же самая казнь. Да, только уже пожизненная и безвыходная тюрьма такая. И, значит, сама... А на их местах, кстати, вот эта вот самая Феодора, ну, по сути, она, хотя это было распоряжение императора, но все понимали, что это и она, всем правильно. Ставились те люди на их местах, ну, явно вообще бескребетные, вообще бескребетные люди, беспринципные. И вот, значит, и Юстиниан и Феодоры, как раз именно они отрывали церковь христианскую от еврейских корней, как никто раньше до них. Константин Великий, допустим, там, значит, его мать Елена, там многие другие тираны древности, они лишь были, знаете, очень, как бы, слабым подобием того, чем стали Юстиниан и Феодора. Ну, и сам я, пацанам, расскажу такую историю. Это очень интересная тема, конечно, но у нас время просто немного уже. Так вот, и вот на Пасху сегодня православные христиане обычно что едят? Мацуда? Маленькие. Вот, смотрите, а похоже ли пацан? Да, да, да. Нет, конечно, не похоже, абсолютно. Это прямо наоборот. Даже издалека видно, что где мацан, а где кулич, да? В чем дело? Что изменилось? Юстиниан и Феодора, вот они вмешались в эту практику христианскую, и по страхам смертной казни было запрещено христианам есть мацун на Пасху. Всю неделю только лишь кваска. Больше того, те христиане, что либо тайно потом монахи при обысках обнаруживали, они у них были опресники, то подлежали смертной казни. Это было в столице, это было по всему Востоку, и этому обязаны были подчиниться все христиане по всей империи, но западные христиане были более или менее в то время независимы. По крайней мере, Папа Римский и тогдашние кардиналы, значит, возле него, они текотели как раз к независимости от Востока. И как раз пришел этот указ. И воспользовавшись вот этим как раз указом, они заявили, что мы не причиняемся этому приказу, потому что не только на Пасху, согласно этому указу императорскому, не только на Пасху надо было есть квасное, но и на хребопреломлении вообще надо было только лишь квасное употреблять. Отказаться от древней практики, библейской практики мацы, опресников. И на Западе отказались. Тогда пришло время вооруженной интервенции. Представьте себе, против своих же подлинных собирается армия на Востоке, армия на корабли грузится и отправляется туда, в Италию, для просто-напросто насильственного насаждения вот этих обрядов. И на Западе люди молились, Папа Римский объявил пост на молитву, потому что своей армии у них не было для обороны от своего же короля. И в это время разыгрался шторм, нетипичный шторм, потому что в это время корабельщики были сто процентов уверены, что шторма не будет, они плыли. Прямо и разыгрался шторм, который весь флот фактически погубил византийский, и корабли оказались на дне моря. В общем-то, Юстиана и Феодора даже после этого они не покаялись, они обвинили западнохристиан и лично Папу Римского обвинили в колдовстве, что они навели порчу на доблестную византийскую армию и потопили ее на дне морском. Но на новую армию уже не было ни возможности, ни денег, ничего. Поэтому так и осталось с тех пор на Западе традиция пресного хлеба. Но на Востоке вводились практики вот этих просфор знаменитых. Это знак порога лукавства, просфора. Знак порога лукавства, она двусоставная как раз, и то и другое символизирует собой. И это было навязано свыше императорскими законами. Это не было откровением какого-то богослова, нет, это было именно указано, чтобы показать, что мы не евреи, и что больше мы с евреями ничего общего не имеем, даже что касается вот этой традиции, причастия. Но на саму Пасху было обязано население на Востоке кушать куличи. Это знаки фонического культа, который в то время был очень популярным. А Феодора, так она была поклонницей этого культа, это оральный секс, и фонический культ, который в то время очень распространен был в Византии, через эти публичные дома, через гомосексуализм, через то, что была сеть публичных домов у Феодоры. По сути, знаком публичного дома был кулич, который поливался глазурью такой, означавшей всеми извержения, и украшался яйцами. И это было знаком, паролем либо отдельно практикующей проститутки, либо это было знаком публичного дома. Представьте, знаки публичного дома она приказала ставить прямо в храме. Люди были в ужасе. Христиане многие отдавали свою жизнь за то, чтобы не участвовать в этом беззаконии. Но это было навязано силой оружия, силой или репрессий, силой арестов и репрессий. И поначалу это было лишь императорскими такими прихотями. Ну, думали, наверное, все, перевесятся императоры, будут другой правитель, и, наверное, об этом забудут. Но, к сожалению, последующие за ними императоры, они эту идею подхватили и разбили дальше. Во времена иконоборчества, во времена вообще, как мы его называем еще, это время византической реформации, от этого стали отходить. Но затем, в конце, в середине 9-го столетия, при Феодоре, уже другой императорице Феодоре, эта традиция вновь, она обнаружена была и вновь была возвращена в Восточную Церковь. Сегодня миллионы и миллионы православных христиан, не понимая того, участвуют в оккультной традиции дохристианской еще, Греции, дохристианского мира, откровенные языческой традиции, которая навязана была нам вместо еврейской, библейской традиции есть обрезники, знак чистоты и святости. Вот, вместо этого, хотя дело, конечно, не просто в знаке, я понимаю, что многие, миллионы людей даже не знают, даже половина той информации сейчас я вам рассказал, и кушают просто как добрые традиции, как, допустим, знак Пасхи, наверное, знак самого Иисуса Христа, там, значит, но традиция сама по себе ужасная. Когда я узнал это все из, значит, учебников, из книг, значит, то, честно говоря, мне расхотелось есть куличи, и я уже, мы уже посвящались дома и тогда уже объявили, что и детям, дети вначале как бы так переживали, потому что они привыкли пасу, значит, куличи, значит, там, яйца, все, да, 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 традиция такая, но, знаете ли, значит, я рассудил так, уж лучше есть мацур себе и с чистой совестью. Знаете ли, чем, значит, вкусный кулич, значит, но, значит, и всякие явства, но потом, значит, там, значит, вливаться и отвлекаться, значит, зачем оно? Да, да, да. Вот, значит, и лучше хлеб бедности, но который есть в то же самое время хлеб свободы. Знаете ли, лучше есть, чем хлеб, казалось бы, богатства, как бы, изобилия, как бы, да, и украшенный, но с пороком и лукасным, с привкусом этой зависимости и оккультизма. Вот, и, конечно, я понимаю, что если на эту Пасху вот 13-го года миллионы православных христиан, и в том числе москвичей, допустим, принесут освящать храмом, не куличи, а, допустим, мацу принесут, да, от этого ситуация не переменится, если не будут принятия самого Иисуса Христа, как мессии, как спасителя, как Господа своего. потому что должно все в свое время открыться. И, конечно, в первую очередь, чтобы основание было выбрано правильное, сам Иисус Христос, сам Иешу Маше. И это очень важно, потому что все основание решает. Остальное, дело в это же время, это перестройки. Вот сейчас, во времена церковной перестройки, очень важно помнить о правильном основании и о правильных строительных материалах для этой перестройки, которые есть Слово Божье. Дорогие друзья, я очень рад послужить был вам. Таким, получается, большим словом о, значит, и традиции немного пасхальной. Я думаю, что на следующий воскресенье вам более подробно, детально все о раввине Руслана расскажет, значит, и покажет, и вы даже, наверное, будете участвовать в таком, как бы, сэндере небольшом. Но не забывайте молитвы ваших информации о правильном церкви. Мы будем молиться за вас, за мессианское служение, за мессианскую общину здесь в Москве. Вы молитесь за нас, мы нуждаемся сегодня в этом тоже. И так и будем друг за другу молиться. Тем более, кстати, одно из видений нашей церкви как раз именно тоже мессианское служение. Мы участвуем в мессианском служении по мере силы и в Киеве, в самом и в других городах. Теперь уже в Москве будем участвовать, слава Богу. И хочу благословить вас старым добрым благословением, библейским благословением, которое есть в книге 4 Моисеевой, в числах, в 6 главе, три стиха. Равины говорили многие, цартики древние, что эти три стиха изменили мир. Но действительно так, я верю вот так. Когда Бог Всевышний смотрит на эту землю, эта земля не может оставаться прежней, она меняется. Когда Бог Всевышний благословляет нашу землю, земля меняется. И, конечно, в первую очередь, соль всей земли это верующие. Если соль, она будет соленой, Бог очень сильно благословит нас. Я хочу успеть это благословение на вас, на вашу жизнь, на вашу судьбу, прямо сейчас, на ваших детей, на ваших внуков, на родителей, на ваши семьи. Пусть Божий шалом, мир будет в ваших сердцах. Я верехеха Адонай ве Ишмареха Я Хер Адонай Панав Элейха Ви Иху Неха Да благословит тебя Господь и сохранит тебя Да призовет на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир Бешем Иешуа Гамашиах Иешуа Машихейну Во имя Иисуса Христа Мессии Амэн Бог Авраам Исаака Якова Отец наш благослови нас детей своих благослови Господь свое небесное благословение обрати свое светлое лицо сегодня на Москву обрати свое светлое лицо Господь на всех любящих тебя и тебя боящихся в этом городе благослови Господь всех евреев Москвы Господь и всех боящихся тебя Господь и любящих тебя любящих твое пришествие благослови Господь нас благослови московскую еврейскую мессианскую общину Боже поднимай Господь синагогу нового формата Господь Боже благослови Господь благослови благослови и пусть твое лицо будет обращено каждому из нас Господь чтобы благословлять во имя Ишиа Машеха. Амин. Пусть Бог благословит вас, дорогие друзья. Пусть Господь будет с вами. И в дни свободы, в дни Пасхи радуйтесь, ешьте хлеб бездности, но он же ест хлеб свободы. И благодарите Бога за все. Знаете ли, мы будем присоединяться на пасхальном седере тоже к молитвам за пробуждение духовное здесь, в Москве, чтобы Господь благословил нас. Аминь. Слава Богу. Я сейчас последнее, то, что было всегда в еврейской традиции, будет и есть. Кстати, уникально то, что вот этот пакет лежал у меня дома, по-моему, года 3. Я когда работал, служил бабушкому, дедовскому еврейским, в социальной службе, да, то вот в этом